Здравствуйте! Это программа «Персона Грата». В ежегодном инвестиционном послании губернатор Вадим Потомский обозначил приоритеты и прогнозы развития экономики на этот год. В прологе остановимся на прогнозах, а сразу после них интервью с одним из кураторов сферы экономики и инвестиций в нашем регионе. Сейчас пролог. В 2016 году мы прогнозируем процесс постепенной стабилизации экономической активности. По оптимистическому сценарию в текущем году объем ВРП составит более 212 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше уровня 2015 года в действующих ценах. Прирост индекса промышленного производства также прогнозируется на 1-2%. Объем отгрузки вырастет на 10% и достигнет почти 120 миллиардов рублей. Ожидаем вложений в экономику региона порядка 55,6 миллиардов рублей. В нашей студии сегодня заместитель и руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, начальник управления экономического анализа и прогнозирования Юрий Савкин. Здравствуйте, Юрий Вячеславович. Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что вы с нами сегодня. Первый вопрос, наверное, будет правильно, если мы с вами обратимся к статистике и расскажем о самых основных экономических показателях на этот момент и по итогам 2015 года. Что происходит у нас сейчас? Как вы оцениваете все процессы? Да, конечно. Наверное, неправдой было бы, если бы я сказал о том, что ситуация в целом в экономике региона радужная и безоблачная. Конечно, кризис оказал влияние и влияние существенное на хозяйствующие субъекты. И здесь, я думаю, уместно вспомнить ответ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на прямой линии, которая состоялась на прошлой неделе, когда задали ему вопрос о том, в какой полосе находится на сегодня экономика. И он ответил о том, что эта полоса не белая и не черная, а скорее серая. Ну, я думаю, что как бы тенденции в региональной экономике созвучны с общероссийскими. Ну, здесь надо отметить, наверное, что все-таки, если посмотреть общие показатели, то наши показатели, показатели экономики Орловской области чуть-чуть, но лучше все-таки, чем средний по Российской Федерации. Наша полоса немножко менее темная, скажем так. Менее темная. Это радует. Если говорить конкретно об индексе промышленного производства, о региональном воловом продукте на конкретных цифрах, вот самые важные показатели, которые вы, как куратор, как руководитель, да, можете отметить. Да. Что касается индекса промышленного производства, то по итогам 2015 года он сложился на уровне 98%. То есть произошло все-таки снижение в обрабатывающих производствах, которые составляют основу, сложилось на уровне 99,3. То есть снижение несколько меньше. Но надо отметить, опять же, что наши индикаторы по индексу несколько лучше, нежели чем средние по Российской Федерации. Там падение более значительное. Опять же, это во многом связано, что все-таки наши промышленные склады слагают предприятия реального сектора, реального производства. Мы не настолько сильно зависимы от добычи, в первую очередь, углеводородного сырья. А по инвестициям в основной капитал какие цифры? Да. То есть инвестиции, которые непосредственно курирует наш департамент, по объему инвестиций он сложился по итогам 2015 года, по Орловской области на уровне 52,3 миллиарда. Это в действующих ценах почти на 10% выше 2014 года. Но, к сожалению, падение в сопоставимой оценке на уровне 1,5% сложилось. Но опять же, надо отметить, что в целом по Российской Федерации падение по инвестициям почти 10% составило. Мы остались практически на уровне. Мы сохранили темп, благодаря многим инвестиционным проектам в коммерческой сфере, но и в социальной сфере. Это тоже оказало влияние позитивное. А все-таки локомотив наш сегодня – промышленность, сельское хозяйство? Что здесь надо сказать? Наверное, рыночные экономики оправданы на сегодня стимулировать развитие высокодиверсифицированной экономики, на что мы и сориентированы. Надо развивать и сельское хозяйство, и промышленность. Потому что в какой-то момент может наступить такая ситуация, что одна отрасль будет поддерживать другую. Поэтому мы ратуем за то, чтобы развивать и сельское хозяйство, в котором у нас очень хорошие перспективы, очень хороший потенциал. Кстати, мы можем озвучить эти показатели. Мы подготовили видеоинформацию по этой теме. Итоги 2015 года на экране сейчас появятся. Агропромышленный комплекс области за 2015 год произвел продукции на 64,4 миллиарда рублей. Это 123% в действующих ценах к уровню прошлого года. По объему производства сельскохозяйственной продукции область занимает 8 место в ЦФО и 30 место в России. Область по намолоту зерна находится на 5 месте в ЦФО и на 13 в РФ. Доля Орловской области в ЦФО по объему производства зерновых и зернобобовых культур составляет 10,9%, в том числе по производству гречихи 37,8%. Юрий Вячеславович, как Вы оцениваете состояние деловой активности в нашем регионе? Упорные ходят слухи о том, что индивидуальных предпринимателей стало меньше, что малому бизнесу крайне тяжело выживать, и он сдается. Насколько оправданы эти высказывания на цифрах? Посмотреть, какая ситуация складывается на сегодня по показателям. Не совсем, наверное, справедливо говорить о том, что снижается количество хозяйствующих субъектов. Здесь, наверное, надо сказать о том, что кризис иногда, наоборот, подталкивает людей, предпринимателей к началу бизнеса, к поиску новых направлений бизнеса. Это как раз к этой диверсификации. И если непосредственно на конкретных данных посмотреть, то за последние два года мы видим о том, что количество вообще хозяйствующих субъектов выросло с 2013 года в целом юридических лиц порядка 600 единиц. За два года произошло увеличение. Аналогичные тенденции мы видим и по индивидуальным предпринимателям. То есть количество хозяйствующих субъектов все-таки увеличивается. Поэтому говорить о том, что деловая активность однозначно падает, наверное, не совсем правильно или корректно. Да, конечно, я уже об этом говорил, о том, что кризис повлиял. Да, есть у нас некоторые негативные тенденции в сфере занятости населения. То есть люди высвобождаются, люди находятся в поиске. Ну, соответственно, они нацеливаются на самозанятость, на поиск бизнеса. Я думаю, что вот так, таким образом. Вы сказали, что кризис иногда случается так, что, напротив, подстегивает к активности и к мобилизации собственных, наверное, сил. А со стороны государства что делается для того, чтобы это желание начинающего предпринимателя воплотилось? Да, есть такое даже выражение о том, что в кризис открывается некоторое окно возможностей. И некоторые эксперты как раз рекомендуют именно начинать новый бизнес именно как раз в кризис. Ну, я непосредственно, наверное, остановлюсь на как раз системе поддержки малого бизнеса, предпринимательства, так как наш департамент тоже непосредственно курирует это направление. Мне хотелось бы сказать о том, что, на мой взгляд, именно поддержка, механизмы поддержки малого бизнеса, они на сегодня одни из наиболее системных, наиболее структурированных. У нас существует подпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы создания условий делового климата и поддержки предпринимательства. И в рамках этой программы достаточно много инструментов, которые именно направлены на поддержку по отдельным направлениям. Например? Да. Ну, я наиболее значимые такие озвучу. Они уже некоторые не первый год существуют, вместе с тем и новые появляются. В первую очередь, надо сказать о фонде микрофинансирования. Мы тоже довольно часто о нем говорим. Фонд микрофинансирования достаточно давно у нас существует. Он выдает займы предпринимателям на достаточно льготных условиях. Это намного более выгодно, нежели чем получить кредит в банке. Конечно, там есть некоторые ограничения, но сейчас эти ограничения частично снимаются. Раньше мы выдавали займы до миллиона рублей. Сейчас этот порог повышен до трех миллионов и срок увеличивается. От краткосрочных мы переходим к более долгосрочным кредитам до трех лет. Инструмент востребованный. Очень вовремя он был создан. Да. Еще в докризисные времена стало понятно, что это важнейший мир. Да, да. Потребность в этом есть. Помимо доступных кредитов, что еще, какие программы? Помимо доступных кредитов, именно касаемо финансирования, еще существует у нас гарантийный фонд, который предоставляет возможность тем предпринимателям, которые не имеют собственной залоговой базы, получить кредит в банке. То есть, таким образом мы помогаем предпринимателям получить кредит, банковский кредит, предоставляя собственный залог. Тоже этот механизм крайне востребован. Постоянно осуществляется капитализация фонда и спрос на эту услугу есть. Это финансовые механизмы. Помимо этого, осуществляется субсидирование начинающего бизнеса. Это размер грантов порядка 300 тысяч. Они, конечно, небольшие, но для тех, кто начинает свой бизнес, это, наверное, тоже является хорошим подспорьем. И уже действующие предприниматели, имеющие больший масштаб, они могут получить субсидии на свой бизнес в более крупном масштабе. И новые формы, мне хотелось бы сказать о том, что в прошлом году мы создали на базе как раз гарантийного фонда, Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития. Это антикризисная такая как раз мера? Ну, в какой-то степени, да. Мы работаем плотно с Минэкономразвития. Это инструменты, которые именно федерации предлагаются, но мы, исходя из своих условий, их у себя адаптируем, мы подаем заявку и получаем федеральные средства и свое софинансирование. А какая выгода предпринимателю от вступления в кластер? Основные способы поддержки участников кластера – это продвижение продукции, которая создается ими непосредственно. То есть это рекламное сопровождение, консалтинг, участие в выставках различных. То есть мы продвигаем продукцию кластера, и как раз финансирование Центра кластерного развития позволяет именно эту работу осуществлять. А какие введены новые приемы работы с инвесторами, чтобы регион наш выглядел привлекательнее? Мне хотелось бы здесь отметить несколько таких вот существенных направлений. Ну, в первую очередь, инвестиционный портал, который на сегодня у нас достаточно эффективно работает, «Инвест. Орел. Ру». На этом портале вы можете увидеть уже готовые площадки в разрезе муниципалитетов, инвестиционные паспорта. Совсем недавно, уже в этом году, мы провели ряд совещаний с руководителями муниципальных образований, где как раз обсуждали то, как будут развиваться инвестиции на территории муниципалитетов. Каждый муниципалитет озвучил свои ресурсы, которые у них для этого существуют, озвучил свои проблемы. Я думаю, были представлены презентации инвестиционных паспортов, это инвестиционные паспорта есть. Это, я думаю, достаточно полезно для инвестора. Поэтому я призываю, обращайтесь к нашему инвестиционному порталу, оттуда вы получите информацию, получите контакт, свяжетесь со специалистами. И, соответственно, тоже тесно связанные с этим направлением, это сопровождение проектов. То есть, конечно, инвестор приходит в область, он обращается, у него возникает ряд проблем, как ему подобрать земельный участок, как ему организовать производство. Мы стараемся здесь использовать принцип, так называемый, как модно сейчас говорить, одного окна и обеспечить сопровождение. Еще есть, но я не могу сказать, что это одна такая мера, которую тоже озвучивал губернатор, которая поддержана в Совете Федерации. Речь идет об особой экономической зоне, речь идет о строительстве индустриальных парков. По прогнозам, у этого направления тоже есть перспективы развития. Давайте послушаем, что по этому поводу говорил губернатор. В 2015 году значительная работа проведена по формированию заявки на создание особой экономической зоны «Серп и молот». Планируем разместить здесь транспортно-логистические центры, предприятия по выпуску асфальтобетона и железобетонных изделий, переработки, сбору сельскохозяйственной техники. Для решения стоящих задач сформирована рабочая группа. Определены земельные участки, проведена работа по формированию схемы планирования объектов будущей экономической зоны. Какие конкретные шаги сейчас сделаны для того, чтобы особая экономическая зона начала уже работать на предпринимателя, на бизнес? Ну, как бы механизм создания экономической зоны предполагает утверждение на уровне правительства Российской Федерации экономической зоны. Большая, очень подготовительная работа по этому направлению подведена. И на сегодня документы по созданию особой экономической зоны представлены в Министерстве экономического развития. Надо сказать о том, что для того, чтобы заявка была полноценной, чтобы она была принята, необходимо согласие потенциальных инвесторов. У нас такие инвесторы есть, они на сегодня дали свою готовность работать на территории зоны. Необходимо обязательства со стороны региона по инфраструктурному обеспечению. Все эти компоненты присутствуют. И вот эта работа, мы надеемся, в ближайшей перспективе даст свои плоды. И мы ждем увеличения количества резидентов особой экономической зоны и динамичного развития именно на территории экономической зоны, с учетом льгот, который там будет предоставляться. Так, помимо строительства инфраструктуры, обеспечения вот такого технического, что еще будет сделано, чем будете привлекать инвесторов? Какие особые условия? Ну, как бы особые условия, они определяются законодательством действующим. Это, в первую очередь, налоговые льготы. Налоговые льготы на территории особой экономической зоны, они определены налоговым законодательством нашим. То есть, это, я думаю, будет таким, скажем, стимулом для того, чтобы предприятия заинтересовались Орловской областью и, в частности, разместили свои производства на территории зоны. А для сегодняшних предпринимателей, для всех тех, кто уже ведет бизнес в Орловской области, существуют налоговые преференции? Да, конечно, налоговые преференции существуют. Здесь, наверное, стоит, опять же, разделить на два направления. Первое – это, наверное, налоговые льготы для субъектов малого бизнеса и налоговые льготы для более крупных компаний. По малому бизнесу достаточно много сделано, и я считаю, что в части налоговых преференций достаточно комфортно они должны себя чувствовать. Есть, конечно, там нюансы, но те, которые уже на федеральном уровне установлены, то есть, это отчисления в социальные фонды. Что касается наших региональных льгот, то надо отметить о том, что в прошлом году по упрощенной системе налогообложения была снижена региональным законодательством ставка для предпринимателей, работающих по схеме доходы минус расходы. Общая ставка на уровне 15% установлена, мы снизили ее до 5%, и продолжительность этой льготы на 3 года сразу установлена. Соответственно, и еще в отношении патентной системы тоже был расширен перечень видов деятельности по патенту с 47 до 63. И опять же, налоговые каникулы, тоже это немаловажно для упрощенки и для патента. Вновь зарегистрированные компании, предприниматели получают возможность в течение двух лет не платить по нулевой ставке, то есть, освобождены на два года от налога. И для крупных инвесторов, для инвестиционных проектов существуют льготы и по налогу на имущество организации, и по налогу на прибыль. Соответственно, в соответствии с законом, с нашим о поддержке инвестиционной деятельности, инвестиционный проект может быть отнесен к категории стратегических и включен в реестр стратегических проектов. И предприятия, которые осуществляют программу модернизации, могут быть включены в реестр программ модернизации и претендовать на получение льготы. По налогу на прибыль она может быть снижена до 13,5% пунктов. И по налогу на имущество тоже может быть освобождение на срок до 7 лет. Так, сейчас в нашем регионе существует инвестиционная стратегия, она называется «Открытый орел». Это название, собственно, говорит само за себя, и то, что сейчас правительство предпринимает для того, чтобы привлекать инвесторов, как раз подтверждает то, что мы готовы и открыты идти навстречу инвестору, готовы предоставить инфраструктуру. О налоговых преференциях вы рассказали. А что все еще мешает активнее привлекать компаний, которые готовы вкладывать в область? Много достаточно таких субъективных факторов, которые для каждой компании в целом. Макроэкономический фонд, фонд «Стабильность» – это, конечно, факторы, которые тоже влияют. Но мне хотелось бы, что здесь выделить. Мы как бы эту тему часто озвучиваем, в частности, в Совете Федерации мы об этом говорили. На наш взгляд, существует такая проблема неравенства между регионами, когда у более богатых регионов больше возможностей для того, чтобы привлечь инвесторов в части подготовки площадок. То есть, ну, допустим, такой регион, не буду приводить в качестве примера, есть более богатые регионы, такие как Татарстан даже. Более самодостаточные регионы. Они сами заработали это имя? Ну, это было достаточно давно. А вот сейчас уже, получается, тому, что было тогда сделано, на сегодня есть возможность подготовить площадку, обеспечить ее инфраструктурой. Конечно, инвесторы охотно идут на уже обеспеченные инфраструктуры площадки. Вот это тот самый принцип, известно, деньги к деньгам. Да, совершенно верно. Ну, а мы оказываемся, как бы, если в ситуации, когда дефицит средств не позволяет в полной мере обеспечить большое количество площадок, соответственно, как бы, мы тут теряем. А что предложили в Совете Федерации? Мы предложили, чтобы федеральный центр более активно участвовал в распределении и подталкивании, скажем так, стратегических инвесторов, как в Советском Союзе, наверное, было распределение производительных сил. Это специализация. Ну, Тарстана тоже, кстати, площади не бесконечные, когда-то и площадки. Совершенно верно. Вот этот принцип может привести к тому, что инвесторы, изначально сориентировавшись на какие-то площадки, столкнутся с дефицитом и с кадровым дефицитом, и с дефицитом площадей. Ну, лах времени здесь приведет к тому, что потом они переориентируются, но пройдет какое-то время. Поэтому мы хотели бы, чтобы федеральный центр ориентировал стратегически важных инвесторов и помогал нам в обеспечении инфраструктурой от площадок, чтобы мы получили у себя эти проекты. Ну, как бы дать нам удочку, как бы не рыбу в виде денег, а дать инвестора, который будет платить налоги, а мы со своей стороны все сделаем для того, чтобы его обеспечить в меру наших возможностей. В ближайшее время в Орле собираются открываться новые производства? Какие-то новые проекты есть? Да, есть новые проекты, конечно, они есть, несмотря на кризис. Ну, что бы мне хотелось здесь отметить? Есть, сейчас появился явный интерес со стороны компании к производству овощей. Есть в рамках импортозамещения федеральная линия поддерживать. И у нас проявляют интерес несколько крупных компаний в нескольких районах области, в частности, в Болховском районе, в Новосильском, в Амценском, помимо компании Кумира, которой мы уже неоднократно говорили, которая стала у нас первопроходцем в этой сфере. Поэтому сейчас эти проекты в разной степени проработки... Только в области сельского хозяйства? Проекты? Нет, конечно. Есть интерес и в расширении проектов в сфере производства строительных материалов. Есть интерес и в производстве машиностроительной продукции. Требуется время на том, чтобы... Нет, 2016 год. Проработки. Нет, что-то частично уже в стадии такой, что и в 2016 году мы получим результаты. Вы сейчас затронули тему импортозамещения в связи с агропромышленной темой. А каким еще образом уже сейчас, не в будущем, а уже сейчас, наш регион работает на эту идею? Что получается импортозамещать? Ну, надо сказать о том, что вообще механизм самоимпортозамещения, наверное, это стимулирование импортозамещения со стороны государства. Это все программы, которые направлены на поддержку производства, на поддержку реального сектора. Вы знаете, как говорят, если речь идет о продуктах, там все немножечко попроще, потому что еще до кризиса почва была подготовлена, и импортные товары потихонечку уже смещались с отечественными. А что касается всего остального? Ну, что касается всего остального. К сожалению, в промышленности механизмов получения федерального софинансирования через софинансирование региональных бюджетов механизмов на сегодня не так много. Поэтому Минпромторг работает непосредственно с предприятиями. Предприятие может поучаствовать в федеральной программе и получить субсидию. У нас есть тоже несколько проектов, которые заявились на получение поддержки, и эта поддержка одобрена. Какие конкретно товары производятся здесь у нас в Орловской области, которые абсолютно конкурируют с импортными аналогами? У нас много достаточно тех продуктов, которые поставляются на экспорт в частности. И наше насосное оборудование, наше известное. Из Ливин. Да, конечно. ГМС-насос компания, очень конкурентоспособное производство, и его знают во всем мире. Поэтому можно в полной мере назвать это конкурентоспособной импортозамещающей продукцией. Производство на Кераммараце, они тоже экспортируют продукцию конкурентоспособной. В принципе, достаточно много производств, которые могут составить конкуренцию импортным товарам. Все видят, что в Орле быстрыми темпами развивается торговля. И речь даже не только об открытии новых супермаркетов, магазинов, целые торговые центры строятся. Это просто то, что у всех на виду. И это очевидно, конечно, что открыть торговую точку намного проще, выгоднее, целесообразнее, нежели налаживать производство. А все-таки, какие шаги предпринимаются, и предпринимаются ли они для того, чтобы ситуацию исправлять? Вот те инвесторы, о которых вы упоминали несколько выше, на что они нацелены сейчас? Перепродавать или производить? Совершенно верно сказали о том, что продавать, хотя и не так просто, но все-таки намного сложнее, нежели чем организовать производство. И риски значительно меньше, и обороты организовать намного проще. Поэтому, конечно, охотнее вкладывают люди в сферу торговли. Но переломить эту тенденцию, во-первых, надо сказать о том, что структура экономики, она вот такая достаточно мобильная, прилив капиталов идет, в первую очередь, в те сферы, где люди имеют возможность получить наиболее высокую рентабельность. А что непосредственно делается для того, чтобы сориентировать на производство? Вот те меры поддержки, о которых я говорил уже, налоговые преференции, субсидии, они в первую очередь сориентированы не на всех, а только на те виды деятельности, которые связаны с реальным производством. Вот те налоговые льготы, о которых я говорил, это и реестр инвестиционных проектов стратегических, туда предприятия торговли не могут войти. И то же самое в отношении упрощенной системы налоговобложения. Эти льготы предоставляются только предприятиям, которые работают в сфере производства, в социальной сфере и в сфере науки. Таким образом мы пытаемся поддержать именно тех, кто в этой поддержке в большей степени нуждается, и им сложнее, конечно, заработать свои деньги. Ну что же, мы заканчиваем. Я благодарю вас за интервью, спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был заместитель и руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, начальник управления экономического анализа и прогнозирования Юрий Савкин. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»